Подгук швейной машины, каждый материал в руках Лидии Акулинкиной литерально на вочах перетворяются в пригожий и практичный выработ. Такое мастерство, признается Жанчина, выник старанности и вопыту, якому можно позаздростить. Пришла в комбинат на работу в 79-м году. В 78-м закончила Гомельское училище швейников. И пришла на работу в КБО. Сначала работала портной, а потом основное время работала закройщицей. Работа мне очень нравится моя. Шить навучилася у школе на уроках працы. И за этот час чего только не зарабили яе золотые руки. От дитячих сукенок до мужчинского и женочего одення. У мамы моей была машина такая с ручным приводом. И я вот бывало что-нибудь себе такое шила. А потом уже и пошла. Дальше мне нравилось шить новое. Все. Потом кролить, конструировать одежду. Что-то новое такое придумывать. Обранная профессия стала для Лиды справой усяго життя. Закройка, обкидание, просование. Вось уже який год усея операции у швадской справе Жанчина выконвая сама. Мы все закройщики работаем на самозакрое. Сами вещи от начала до конца. Если я покроила вещь, значит я ее сама пошила, сама и утюжу, сама маркирую. И пока мы ее не закончим. Сейчас такой у нас процесс работы. А когда-то в 90-е годы, конечно, было не так. Были закройщики, кроил, были бригады. Но со временем все как-то это поменялось. Оно не тяжело и интереснее, мне кажется, и все-таки лучше, мне кажется, когда сам свою работу от начала до конца делаешь. Бывают сложности в нашей работе, потому что мы же работаем с клиентом. Бывают сложности, но мы стараемся как-то их сгладить. Если что-то там бывает клиенту и не понравится, проходится там и переделывать. Всякое бывает в нашей работе. Даже как-то идешь уже потом с работы как-то планируешь, что надо угодить клиенту. Завтра надо сделать то и то. Найвышейшая узнагорода для Лиды Акулинкиной – подяка от людей, для яких я на шее. А секрет ее мастерство крыется у любви до профессии. За эти 40 с лишним лет я всегда старалась выполнять нормы выработки, старалась выполнять. Старалась, чтобы качество было хорошее, чтобы ни моей заведующей, ни чтобы никому не было за меня стыдно. Я всегда с любовью выполняла свою работу. Если любишь свою работу, тогда все у тебя будет хорошо. И на работе будет слаживаться, и самое главное – надо иметь подход, дружить с коллективом. За долгий час працы Лиды была отзначена шматликими узнагородами, а некольких годов тому имя Жанчины было занесено на районную дошку Гонору. Такую супрацовницу шануе и коллектив, и керавництво. Портная шея – очень хороший человек, очень. Работает очень хорошо, самостоятельно. Заказы выполняют очень хорошо. План выполняют, трудоспособные. Одним словом, я вам хочу сказать – золотые руки. С доброго боку зарекомендовала себе у керавництва и Галина Грышук. А коллеги кличут ее швачкой по призначению. Сама ж Жанчина стверждает, что просто ни дня не может прожить без строчки. После 10 классов поступила в Бобруйское ГПТУ. Раньше было 73 на Портнику. Отучилась два года. Во времена года меня направили работать. Там же я сразу на первом году поступила технологически в Минск. И работала, училась заочно. Вот летом с училищем 53 года уже будет. Как я работаю на одном месте. За годы працы Галина поспробовала себе у роли загадчицы, кладовщика, бригадира. И не только. Аливертать житё любым речам – вось, что по-соправдному доставляет женщине задовольнение. Иголку руки она взяла ещё у детинстве. И с той поры с ней не расстаётся. Спочатку шила оденья для цацак, а потом стала шить для себя и инших. В школе шила всё время. Даже помню, маленькая была, мама шьёт. И я куколам платья шила. Я сколько себя помню, я столько всё время шью. Я не представляла, что можно другое делать. У меня мама портника была. Папа, брат портной. Раньше кожухи эти шили, да всё. Я не представляла другого ничего. Всё. И сейчас, кажется, что бы я могла делать другое, я не знаю даже. Я никогда, у меня не было такого дня, чтобы я не хотела идти на работу. Аккуратность, увага до деталей и выверность кожного руху. Уседливость и умение лёгко обыходится с клиентом. Усей гэтой якости уластивы Галиня Грышук. Я всегда со знаком качества работала. Раньше же был знак качества. Сам никто меня не проверял. У меня был штамп. Я сама пошила, где-то что-то проверила, сама штамп проверяла. Это уже с конторы, только в месяц раз, если кто-то придёт там проверить. А так с лишним клеймом, как говорят, работала. Вопытная швачка рассказывая, что, коли отримливая заказ, им кнеться выконать его, як мага якосней. Бо гэта приносить радость клиентам, а значит, и ёй. Свой вопыт майстер со стажем готова передать молодому поколению. Хочу, как кто пришёл, да научить. Показать все свои приёмы, всё работа. Свою справу Галина Хрышук вельми любить. И лечить, что с профессией её пошанцевала.